Всем привет! Сегодня мы начинаем изучение программы 1С предприятия 8.3.5. По состоянию на март 2015 года это самая новая версия программы. На наших уроках мы с вами научимся создавать конфигурации и программировать с использованием данной платформы. А в качестве примера мы с вами полностью автоматизируем деятельность организации ООО «Ваш выбор», которая будет заниматься разработкой собственных конфигураций, а также продажей, сопровождением и доработкой типовых конфигураций, таких как 1С бухгалтерия, управление торговлей и т.д. Таким образом мы с вами реализуем 4 основных направления деятельности нашей организации, а именно учета товаров, оказание услуг, расчета заработной платы сотрудников и ведение бухгалтерского учета. Для того, чтобы перейти к практической части нашего урока, нам потребуется сама программа 1С, или как ее принято называть, платформа 1С. На наших уроках мы с вами будем использовать учебную версию платформы 1С предприятия 8.3.5. Это специальная версия, разработанная компанией 1С, которая в электронном виде распространяется бесплатно. Скачать такую версию вы можете как с сайта 1С, так и с сайта наших уроков. Для этого открываем главную страницу нашего сайта, переходим в раздел «Скачать 1С», и первая ссылка как раз и будет «Платформа 1С предприятия 8.3.5». На данной странице представлена вся необходимая информация по данному дистрибутиву, а мы с вами переходим в нижнюю часть материала и находим ссылку «Скачать платформу 1С предприятия 8.3.5» вместе с мобильной платформой. Приступаем к скачиванию. После этого мы можем приступать к установке программы. Как мы с вами видим, скачанный архив содержит два каталога. Один с мобильной платформой, а другой с платформой 1С предприятия 8.3.5. Давайте разархивируем саму платформу 1С, а для этого перенесем данный каталог на рабочий стол. Несмотря на то, что сама по себе процедура установки платформы очень простая, она нередко вызывает сложности у новичков. Поэтому давайте ее выполним вместе. Открываем каталог. Запускаем файл Setup.exe. Все настройки можно оставить по умолчанию. Как мы видим, установка платформы завершена, а у нас на рабочем столе появился ярлык. 1С предприятия, учебная версия. С помощью данного ярлыка мы можем запускать платформу 1С предприятия. Так как это наш первый запуск платформы, и никаких конфигураций мы не создавали и не добавляли, то система нам автоматически предлагает добавить в список новую информационную базу, ну или новую конфигурацию. Нажимаем кнопку Да. На первом шаге указываем, что мы создаем новую информационную базу. На втором выбираем второй вариант, так как никаких шаблонов мы не используем. На третьем шаге мы должны задать имя, которое будет отображаться в списке информационных баз. На следующем шаге мы должны указать расположение информационной базы. В моем случае это будет диск С, папка, уроки 1С 8.3.5. Заходим внутрь папки и нажимаем кнопку Выбор папки. На последнем шаге все оставляем без изменений. Сейчас программа немного задумалась, потому что в данный момент создается файл конфигурации. А сейчас давайте познакомимся с элементами окна запуска программы. Большую часть окна занимает список информационных баз. Данным списком мы можем управлять с помощью соответствующих кнопок. Например, мы можем добавить новую информационную базу, изменить либо удалить текущую. Кроме того, на форме присутствуют две кнопки. Это режимы запуска платформы. Режим конфигуратор предназначен для разработчиков. Именно в этом режиме разрабатываются конфигурации или вносятся в них изменения. Режим 1С предприятия предназначен для пользователей. Именно в этом режиме они ведут учет с использованием выбранной конфигурации. Таким образом, мы с вами большую часть времени будем проводить в режиме конфигуратора, занимаясь разработкой нашего прикладного решения. И лишь иногда запускать режим 1С предприятия для проверки результатов нашей работы. Ну а теперь давайте запустим программу в режиме конфигуратора. Работа с новой конфигурацией всегда начинается с команды «Открыть конфигурацию». Данную команду можно вызвать с помощью главного меню «Конфигурация. Открыть конфигурацию». Либо с помощью пиктограммки, расположенной во втором ряду. Перед нами открывается дерево конфигурации. Дерево конфигурации содержит в себе всю информацию о составе нашей конфигурации, какие объекты в нее входят и как они взаимосвязаны. Сейчас наше дерево конфигурации пустое, а все что мы видим это лишь группировки, в которых будут располагаться соответствующие объекты, которые мы будем создавать в дальнейшем. Так например в ветке справочники будут располагаться создаваемые нами справочники. Документы разместятся в ветке документы, а отчеты в ветке отчета. Ну и так далее. Прежде чем мы перейдем к созданию новых объектов, давайте с вами зададим имя для нашей конфигурации. А для этого вызовем окно с ее свойствами. Сделать это можно двумя способами. Первый способ это дважды кликнуть по корню дерева нашей конфигурации. Второй способ это правым кликом вызвать контекстное меню и выбрать свойства. Данное окно называется палитра свойств. Такая палитра свойств есть у всех объектов конфигурации. Правда сами свойства будут отличаться в зависимости от выбранного объекта. В палитре свойств все свойства могут быть разнесены по закладкам, как у меня, а могут быть представлены списком. Для переключения режимов достаточно на свободном месте нажать правый клик и выбрать либо списком, и тогда все свойства будут перечислены списком, либо закладками, и тогда они будут разнесены по соответствующим закладкам. Обратите внимание, что первое свойство в нашей палитре это как раз имя объекта, в данном случае имя конфигурации. Давайте его изменим. При указании имени объекта следует учитывать следующие правила. Имя не может начинаться с цифр, а также не может содержать символ пробела или знаки припинания. Обычно имя указывается на русском языке, слитно, одним словом. У нас будет вот такое вот имя конфигурации. Уроки по платформе 1С. Для того, чтобы имя объекта было читабельным, мы каждое следующее слово выделили за главной буквой. Теперь, если мы нажмем Enter, у нас автоматически сформируется синоним. Итак, как мы видим, синоним у нас сформировался достаточно корректно. Если мы пожелаем, мы можем его изменить. На данные свойства никаких ограничений не действует. Здесь мы можем использовать и знаки припинания, и все что угодно. Синоним – это альтернативное имя объекта. Именно это имя выводят с пользователем в режиме 1С предприятия. Ну а сейчас давайте проверим, что у нас получилось. И для этого запустим нашу программу в режиме отладки. Режим отладки – это по сути режим 1С предприятия, но с дополнительными функциями для разработчика. Для запуска режима отладки можно нажать клавишу F5, либо использовать соответствующую иконку. Итак, перед нами открылось окно конфигурации в режиме работы пользователя. То есть в режиме 1С предприятия. Как мы видим, данное окно пока что пустое. Но это и не удивительно, ведь никаких объектов мы с вами не создавали. Но вместе с тем, имя нашей конфигурации, вернее синоним, уже отображается корректно. Ну и в заключение первого урока, давайте с вами познакомимся с механизмами выгрузки и загрузки информационной базы. Для чего это может понадобиться? В процессе выполнения практических заданий вы можете напортачить где-то, удалить какой-то объект случайно, внести в него нежелательные правки и так далее. Поэтому в конце каждого урока я буду выкладывать выгрузку информационной базы. И если у вас возникнет такая внештатная ситуация, вы сможете ее загрузить и продолжить изучение курса. Для выгрузки информационной базы мы в главном меню переходим в раздел «Администрирование» и выбираем «Выгрузить информационную базу». В открывшемся окне мы указываем место, куда мы будем выгружать и имя файла. Имя мы можем задать более понятное. А при возникновении внештатной ситуации вы сможете с помощью администрирования загрузить информационную базу, воспользоваться либо своей выгрузкой, либо скачать мою с нашего сайта. Теперь вы можете пройти тестирование на понимание материала первого урока. И при успешном прохождении теста вам будет предложено домашнее задание. Я рекомендую переходить к изучению второго урока только после выполнения домашнего задания по первому уроку. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи на следующих уроках.